Как, Сергей, видно, нет? Да, всё нормально, замечательно. Вещь добрый. Так, как собрание там, прослушал? Да, прослушал, но я там скорректировал немного, на свой лад себя там прославить немного. Вот у меня просто, знаете, для чего я взял это видео? В общем, ко мне заходят иконы, заказать люди на сайт. Вот, и не все доверяют мне, ну, то есть боятся, что мошенник, понимаете? Мне нужен авторитетный какой-то голос, чтобы заявило во мне, что действительно я такой-то существую. И то, что я реальный инвалид, не подстава в общем. Вроде бы как-то наши даже разговоры могут применить как на рекламу. Да, вот, отлично. Я давно-давно искал уже, кто бы за меня, по словам, замолвил бы. А вот оно само-самой получилось так. Ты понимаешь, что... Да. А, я слушал, что вы хотите? Что вы хотите? Я хотел сказать, что вот слепой, плохо же, что слепой-то. А он говорит, а я не соблазняюсь на том, что вы видите. Я знаю, как люди одеты, женщины. Вот так и ты лежишь, ты кое-то от чего. Говорит, проследи ногами-то, куда ходил? Ну, следы-то наши какие остались на земле-то? А ты скажешь, мои следы уже давно нигде не остались? Да. Вот так что у меня хороший знакомый, я сегумен, отец Кирилл Сахаров. Его храм Берсеневка, примерно 250 метров от храма Христа Спасителя, по эту сторону реки. Это Москва-реки. Очень хороший. Ну, а он службу ведет, он патриархийный, от патриарха Кирилла. А службу ведет по старому обряду. До Никоновской книги у него одеваются так, все. Ну, а старообрядцы-то его все равно не признают своим. Никак. И он во сне видит, как они его там бьют где-то, ну, давят. Ну, он на практике-то видит, что его поносит и говорит. Меня, говорит, залезали со всех сторон, то хвалят. Это для равновесия, как весы. Вот весы-то колебли, то кверху, то книзу. Так здесь, мне сегодня из интернета подставили, что на меня в интернете говорят. Я сижу, хоть за живот хватайся, смейся. Да за какие такие заслуги мне такое обвинение? Это же награда. Радуйтесь и веселитесь, когда имя ваше пронесут как негодное. Они-то совсем ничего не понимают, эти люди. Это особая благодать. Господь коснулся, как болезни. Да, вот у меня в друзьях есть человек, он даже сейчас книгу написал. Там 6 лет трудился над этой книгой. И он, я не стану имя его называть, но он часто в интернет выходит, у него фильмов много. Но сейчас он перестал. И наставляет людей, в общем-то, как люди изменились. То, что одеваться нужно как следует и, как говорится, жить по-божески. Вот, а на него там как посыпались, это самое, там, проклятие всевозможное. Ты там лепишь, не пойми чего. А он обижается, он обижается и все, и не выходит. Вот, я с ним связался, говорит, ну вот что, я стараюсь, и люди, они на меня вот так говорят. Я, говорит, не могу так, просто у меня там сильно по сердцу мне ножом режут. Так только делов-то говорят-то, да ведь это же благо. Значит, мы живые, нас замечают, нас видят. Любая антиреклама, это тоже реклама. Ну вот, обижается сильно, обичу. А знаешь, как Ян Златоуз говорит, если сказал правильно, поблагодари, потому что ты можешь исправиться со стороны, виднее наши недостатки. А если он сказал неправду, поцелуй его за намерение. Он хотел тебя избавить от какого-то горя, беды. Ну, он понимает, как он вроде бы, он думает, я хочу донести до людей свой опыт. Он был там алкоголиком много лет, потом обратился к Богу. Вот он сейчас, говорит, Богом на псалтырис, уже там уже много лет благословили его там. Он, в общем, болящий, он такой инвалид второй группы. Вот, и на него тут такие вот проклятия, и Сергей, я смотрю, он перестал даже и проповедовать, и все. А на меня какие фильмы против ставили, что только не делали. Совершенно меня это не касается. Я по-другому, Сергей, на это смотрю. Когда вижу, что люди что-то придумывают, ну, а не 47 обвинений. Представьте, 47, это 47 даже царапинок на лбу сделало, и то уже больно будет. А тут обвинения, рисунки такие, нарисовали черта, черта нарисовали, скандалами, с плеткой, а вверху нимпы написали община Игнатия Лапкина. Ну, так как это касалось дела общины лагеря, и они подвигнули к тому, что воздвигли на меня гонение большое, 15 комиссий, я подал на них в суд за подрыв авторитета, деловой репутации и прочее-то. Ну, и процесс-то выиграл, а это московский комсомолец сделал, это поганая такая газета. А они хитро, они, да, пакостно, они, главное, в Москве, а зарегистрированы в Горном Алтайске. Их никак взять нельзя-то, а Господь помог. Судья сумела расколупать это все, заставили деньги заплатить, а они в Москве, деньги-то сказали платить-то, допустим, 5 тысяч, а они не платят. А назначили-то 1 месяц, им сразу штраф 10 тысяч, 2 раза больше, они сразу заплатили. Им сказали, конфисковано будет ваше имущество в редакции и прочее. Они не знают никакой меры, ну хоть, но так как они ни одного обвинения не могли доказать, а мне оправдоваться это не надо, я только благодарил Бога. А они настоящего меня-то не знают, они бьют в пустоту. Ну, они бы, если им надо по-настоящему меня уязвить, они бы познакомились со мной, ко мне стали вхожи, узнали бы мои недостатки, мое обращение, ну что-нибудь бы как-нибудь. Ну а так как они ни одного слова не могли доказать, ну ничего и нет, они о ком-то другом разговаривают, не обо мне. А я понял, меня Бог скрыл, настоящие мои недостатки-то они не знают. Я каждый раз смотрю на обвинения с этой стороны, это благодать Божия, это здорово. Нет, ну по-мудрому-то, если закончишь, облечить человека, так нам нужно для начала, как говорится, подлезть к нему, вот поближе, как говорится, под крылышко ему залезть, узнать о нем там все его стороны, а потом уже соп его заборвало. Вот так-то сразу не получится и никак. Почему Иоанн Затаус и говорит, мы должны понимать, что это Бог допустил, и в любом случае быть Богу благодарными. Даже за то, что неправда, говорит, поцелуй его за намерение. А у него намерение-то было плохое. А он говорит, враг голоды накорми, напой, и делая сие соберешь горящий уголь на голову. А за что уголь-то? Ну больно будет. Ты хотел бы отомстить? Ну конечно. Ну пока делай ради того, чтобы ему больно было. И приучишься делать добро, а потом будешь по-настоящему делать, уже с целью добро сделать. Даже движимой местью ты должен делать добро. А он-то пусть не знает. Я внутри его как бы не люблю. Ну ты виду не показывай, продолжай делать добро. Это повеление Божие. А внутренний мир Бог изменит. Я сейчас скажу, Сергей, слушай. Мне задают как-то вопрос. Допустим, я близко познакомился с Путиным Владимиром Владимировичем. Он все-таки президент еще. Ну и говорят, ну у тебя просьбы-то какие-то были бы к нему или не были? Были, конечно. Ну все понимают, что-то я просить буду. Конечно, я буду просить. Ну денег он не даст, а ему самому нужны. Я бы сказал, сделай известный мой сайт и форум. Ну как, ну какие-то связи есть. Мне не важно, кто будет ко мне приходить, не будет. Чтобы люди знали. Потому что я действую по Евангелию от Матфея, 22 глава. Идите, зовите на брачный пир. Я пригласительное несу. Я передаю, а они меня бьют, они не придут. За это с меня не спросятся. Чтобы они знали, что есть сокровище. Есть толкование православной церкви, вселенской церкви. Что есть каноны вселенских повестных соборов. Вот это есть все у нас на нашем сайте. А у людей-то ничего этого нет. С чего дело? Вот я вам сейчас свою историю поведаю. У меня-то сайт там по иконописи. Ну я таковой там, я иконописи. Меня тоже и гнали, и смеялись надо мной. Ну что ты? Есть каноны, каноны там, вот иконописи там, краски специальные. Там все, как полагается. Вот художники там готовятся, учатся в школах специальных. Вот. А сейчас вот откройте, допустим, интернет и напишите. Иконы на заказ. Или заказать иконы. Вот мой сайт из всех иконописных сайтов стоит на первом месте в интернете. Вот так. Понимаете, как есть знаменитые иконописи, у них сайты там всевозможные, понимаете. А мой сайт на первом месте в интернете. А ты понимаешь, почему? Ну как же, они понимают, конечно понимают. Потому что к их иконам ничего нельзя больше добавить. А тут они будут говорить, а вы знаете, кем она написана? Да это дальше-то люди-то добавляют. Вот они и любят даже и прибавлять. Так они меня вызвали, вот, иконописцы. Они, у них есть форум иконописцев. Они меня вызвали еще пару лет назад. Вот. Ну, видимо, посмеяться надо мной захотели. Вот, типа, чё ты тут? Молюешь, что ли? Что-то ли? Это самое... Ну, я с ними так быстро-быстро спрощался. Ну, что, я им сказал, я как могу, так и прославляю Господа. Чё, я с вами спорить-то буду? Я говорю, у вас сколько заказов? А у меня вот, у меня их сотни, у меня за год тысячи заказов. Вот, люди со всего мира заказывают иконы мои. Вот. И сайт стоит на первом месте в интернете. Где-то о чем-то говорит. Конечно. Вот. И что, у меня дом вот есть. Я же сам делаю и сайты, и раскручиваю сайты сам. Вот. То есть, есть опыт такой уже, можно сказать, шестилетний. Вот. И я хочу предложить заняться и вашим сайтом. То есть, в первую очередь нужно, вот, баннер-то стоит у вас. Понимаете, как это баннер, это понятно, его легко там убрать. Но об этом немногие знают. И опять же, сейчас отношение к рекламе такое негативное. То есть, человек заходит на сайт, если даже православный, если он видит какой-то там вот это вот непонятки, мигающие вот эти вот. Это какие, внизу, которые треугольные, такие прямоугольники-то? Нет, он в правом верхнем углу. Оно убирается легко, это от нас не зависит. Это мы с вами знаем, а люди не знают, что оно убирается. Понимаете, у человека уже подсознание теряется доверие к этому сайту. То есть, православный сайт, он должен быть максимально чистым. То есть, на нем ничего лишнего не должно быть. То есть, это, почему я знаю, это по опросам. Это люди просто делают такие заявления, что уже теряется доверие к такому сайту. Сергей, подожди, давай маленько тут мы это проясним. Какое ко мне это отношение имеет, когда эта администрация, вот сейчас Хэллоуин, и она везде наставили, она вылазит и вылазит. Какое отношение имеет? Какое отношение? А мы возьмем просто и поставим на платный хостинг. Не надо, вот это я прошу не делать, платные ни копейки. Это они делают специально вредное. А если мы не будем подавать, и говорят, что сдохнет собака, нельзя этого делать. Мне это не надо, я прошу, вот этого делать не надо. Никогда на это не пойду. Мы делаем сайт для людей, чтобы больше людей узнали. А это не помешает, Сергей. Вот заметьте, что я против революции, я против Ленина, это самая для меня высшая антипатия. Но я живу на проспекте Ленина, что от меня зависит-то? Проспект Ленина. Сейчас, понимаете, как интернет... Пример, Руслан, я не на Ленина живу, на Ползунова. Есть интернет-пространство. Вот, и все равно, что как территория земельная. Вы же платите за участок земли, на котором существуете, правильно? Конечно. Вот, и вы должны платить также за участок в интернет-пространстве, в любом. А если вы не будете платить, то ваш сайт, да, о сайте и знать никто не будет, понимаете? Он будет под водой стоять в озере вашем, и все. Вот. Я хочу вытащить сайт, как говорится, на людей, понимаете? Я хочу его людям открыть, и не позвольте мне заняться этим вопросом. Давай, понимайте. Только я туда не вмешиваюсь. Но знаю, что платить им деньги я против. Возможно, это причина так, что у меня ничего нет, а на чужой счет я не привык ездить. Это не ваши, не ваши, это самая, как говорится, забота. Я займусь сам этим вопросом, вот, я подключу людей. И люди, как говорится, и пожертвуют денег, и вот мы, то есть нам нужно будет сайт разместить в основных каталогах, то есть Яндекса, Мэйл, Ру, Гугл, Рамблер, вот, в основных каталогах. Это повысит рейтинг посещаемости сразу сайта. Вот. Далее мы разместим в крестьянских каталогах, вот, сделаем ссылки. И постепенно, я думаю, за год он поднимет, у него рейтинг очень поднимется. Так а разве там других-то нет, кроме нас-то? Мы-то уж на каком месте там будем? Мы все платят, и мы тоже в очередь становимся. Ведь там же мы на первом месте-то будем стоять, когда платим-то. Кто нас там увидит? А деньги отдали. Я, Геннадий, это вопрос тоже такой, он за три минуты мне расскажет, что у меня опыт есть, и я знаю, что нужно делать. Вот. Это то, что вы мне поверите. Потому что, смотрите, люди, вот сейчас люди, есть сайт, вот, наберите, допустим, Библию онлайн, да, в том же Яндексе набрали, раз открывается сайт. Там есть и мой сайт, открывается тоже Библию онлайн, но основной сайт открывается, и вот там половина текстов насчитана вашим голосом, допустим, да. Вот Библия просто насчитана, вот. А люди не знают, кто это на человеке считает. Ему интересно, они… Я вот некоторым людям давал ссылки, вот, как прям слушать, как занятно. Ты посмотри, какой прям голос такой проникновенный, и вот интересно так вот становится слушать, прям не оторвёшься. А люди не знают, кто… А если они узнают, что там ещё и святых отцов, и там и то, и всё, и другое, понимаете, Люди уже начнут рекомендовать сайт, начнут уже сами проникаться в него. То есть это тут такой бизнес-проект такой. Так, Сергей, давай-ка договоримся об одном деле. Я уже сказал о себе, что за чужой счёт я не люблю, но если уж так настаиваешь, берёшься всё за себя это делать, то подсчитай, сколько за год обойдётся, и мне эту цифру покажи, и тогда я скажу, да или нет. Сколько тобой стоит? Игнат Тихнич, мы… И я, как говорится, я буду подключать людей к этому делу, понимаете? С ним в банюке, они ищем рубаха. Вот, сколько бы там ни стоило, но мы это сделаем миром, сделаем. Я не из-под себя, как говорится, из-под матраса вытащу, я его отдам. Понимаете, как ослепим, мы это сделаем на общих началах. У меня много тоже людей. Мне, вот как говорите, Господь жертву, вы рассказываете, понадобились вам там 50 тысяч. Бах, человек посреди ночи звонит. У меня то же самое, понимаете? Я вот два года назад, у меня дочка замуж выходила, нужны деньги были. Я вот, Господи, Господи, мне 200 тысяч, край надо сейчас, вот что делать-то, помолился. У меня через три дня человек заходит. Здравствуйте, здравствуйте, я вот строю часовню в Москве, вот, хочу заказать у вас иконы для часовни. И ради бога я сделаю вам икону. Вот я хочу вам пожертвовать 200 тысяч, вот, понимаете? То есть вот такие вещи. Вот, и я думаю, с сайтом, потому что сайт имеет очень, как говорится, очень ценный сайт. Его нужно вытащить на, просто, на все видения, чтобы люди видели, и люди просто жили бы этим. Я вам скажу еще к этому, прости, пожалуйста. Если будете там писать о сайте, вот, который я посылаю всегда, или я еще раз вам дополнительно пошлю, на нашем сайте есть то, чего нигде нету. Это 12 томов Иоанна Златоуста. Да, да, да. Начитаны, начитаны аудио. 12 книг Жития Святых. Теперь хоть по счастям где-то есть. 5 томов Добротолюбия. Это 50 книг там начитаны. Это огромное. Но самое ценное, это с правой стороны 55 папок. Я отвечаю на 4124 вопроса. Вот, это самое наиценнейшее. Это надо людям указать, что отвечено на основании Библии, на основании святых отцов, на основании канонов церкви, на основании жития святых. Вот 4 пункта. И при том вопросы, которые мне задавали в университетах, где я вел занятия, на радио, в милиции, в воинских частях, на заводах, фабриках, школах. Это фактически охватывает все слои населения. Трудно найти вопрос, который там мне был бы отвечен. Вот это я, ну, сегодня могу твердо сказать. Это не сделать. Просто при всем желании не сделают. И многие это уже понимают. Я не знаю, почему вы раньше не занялись этим. Вы себе даже представления не имеете, насколько он нужен, наверное, сейчас. Если бы мы, допустим, придавали большее значение вашему царю, то он бы давно уже стоял, как говорится, на первых местах в рейтинге. Потому что там бездонная, просто кладезь. Мне вот нужно будет познакомиться с модератором вашего сайта. Вот переговорить. Вы говорите, Юля, по-моему, да, занимается. Юля, это она выше модераторов. Я ее повысил до администратора. Так что с ней поговорить надо. Она, правда, сейчас в больнице, там, это, роженица. Она ведет всю работу там. То есть она, ребенок у нее будет, да? Ну, будет. Или, может быть, на время так положили, не знаю. Вот она, главное, с ней заведите знакомство. Просто войдите на нее, заведите. Третьякова Юлия. Она и Улия пишется. А в спектре она есть? На форуме. Вот на форуме. Она есть у меня на этом. Ой. Вот в мейл.ру. Очень удобно в мейл.ру. Дело в том, что у меня лучше, чтобы он вон, а никаким не писать тяжело. Понимаете? Им легко вот этот раз переговорить и все вопросы порешать. У нее она в скайп не выходит, да? Ну, узнать надо. У нее, кажется, скайп есть. Есть или нет в данный момент, но был он у нее. Она очень легко идет на контакт. И она больше молчит. Она, если поручено что-то, она постарается быстро выполнить. С сайта мы менять ничего абсолютно не будем. Я смотрю, там у вас очень много страниц. Там около 10 тысяч страниц у вас, да? Вы говорите про форум или про сайт? Нет, сайт. Я не знаю. Как вы эти страницы определили, такое количество? А я просто зашел в андексацию сайта. И там вот в Яндексе у вас зарегистрировано около 9 тысяч страниц, по-моему. Я не знаю, чем это определили. Я, допустим, знаю, любой материал у нас можно добыть через три страницы. На третьей странице концовка. Первая это общая, вторая я ткнул. А третья уже развертка материала. Три страницы всего. Ну, я, может, ошибаюсь. Я потом посмотрю. Нам просто нужно будет с Юли, мне нужны будут доступы к сайту. Вот, то есть костинг, где он находится. Мы с ней вместе переведем на лучший костинг России, вот сейчас. Который самый лучший костинг. На котором расположены мои сайты уже 6 лет. Мы там его расположим. Потому что я уже доверен, я знаю. Не знаю. Надо помолиться будет. Я не разбираюсь в этом деле и не касаюсь. Я наполняю только его. Отдаю материалы, подготавливаю и отхожу. Я совершенно его не касаюсь сайта. Тем более, последние где-то полгода или год, а у нас истинно народ. Что-то там у них делается, они переносят на Яндекс, кажется, сейчас. Все, сервер этот. С чем это связано, я не знаю, но не трогаю. Но у меня на сайте никакого движения нет. Там мертвый, все. Самый материал выстроен, склады, как я называю. А вот внизу написано, ну, под фотографией там где, не фотографией, а иконой. Под иконами написано православный форум Игнатия Лапкина. Вот если ткнешь, ты на форуме. Вот на форуме до 1440 тем. А в иной теме, там бывает 5-6 страниц. А на каждой странице выступление может быть до 10-20. Вот и считай. Это десятки тысяч. Да, роботи подсчитал как раз. У вас сейчас в Яндексе, то есть зарегистрировано роботом. Там около 9 или чуть более 9 тысяч страниц. То есть это уже робот занес в Яндекс. То есть они будут там вечно стоять, эти страницы. Очень хорошо. Вот, а посещаемость слабенькая. Слабенькая. Мы же понимаем, что это не пасторальный роман, не развлекательное шоу. Вот у меня допустим. А мы сделаем посещаемость очень великую сайту. Хорошо, я говорю про форум. Про сайт я вообще не разговариваю даже. Я не знаю там... Я имею в виду и сайт, и форум. Потому что когда на сайт заходят, там основное всё. А с него легко идти на форум. На форуме я могу общаться, отвечать на вопросы. Игнатьевич, я вам объясню один момент. Форум – это приложение сайта, понимаете? Сайт – это коробок. А форум – это содержимое коробка. Понимаете, в чём дело? То есть сайт и форум – это неразделимые вещи. Но он очень у меня необычный получился форум. Я говорю о форуме. Именно такой, каким я хотел. У меня споров никаких нету. Вот я приехал уже месяц. И за месяц, ну каждый день примерно 250 человек заходит. 250. И нет ни одного спора. 250 приходят, они целый день чем-то питаются здесь. Они находят нужное и видят, что это конечная инстанция. Дальше идти некуда. У нас через год будет не 250, а 2000 будет заходить человек. Ну, дай бог. Только я в это что-то не очень верю. Я верю в это. Ну, дай бог. Я прислоняюсь к вашей вере. У меня маловерия в это. Потому что у меня просто опыт есть на работе. Я просто вижу содержимое с сайта. То, что это, какая-то драгоценность. Дело в том, что люди сейчас не читают. Это читается сейчас, как говорится, одна, может быть, две десятых части. Люди сейчас слушают, любят ухом слушать. Вот. И я ленится читать. Сережа, давай-ка мы это дело, разговор отложим до этого. Хотя бы на день. Ты помолись об этом, чтобы потом тебе не раскаиваться. Ты скажешь, я вот обольстился, я очаровался, а потом разочаровался. Потому что, как только вы начнете серьезно работать по сайту, по форуму, вас попы возьмут за хребет. Они вас будут презирать. Иконы ваши не покупать. Они такую бешеную кампанию против вас развяжут, что вам мало не покажется. Это мне мало интересует. Я, прежде чем сделать это заявление, я думал и молился три дня. Понимаете, как... То есть, я в пустую никогда ничего не ворю. То есть, я всегда следую своему слову. То есть, ну, понимаете, как это, да? Да, да. То есть, я сказал, мужик сказал, мужик сделал. В пустую я не стану ничего. Ты понял, что я говорю? Не раскаивался, чтобы потом... Написано в Библии, блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. Нет, ну а в чем? В чем я могу? Да не в чем. Они ложи меня обвиняют. И если они... Вот это был Андрей Забуранович. У меня в друзьях 500 друзей тогда было. Он всем объявил сразу, кто будет в друзьях. А друзья это фикция одна только. С Лапкиным. Все. Всех вычеркиваю. Вот тогда они на исповедь, я причастия не дам. Они бешеную атаку ведут тогда. Они играют причастием. Вы даже не знаете их полноту злобы. Что они могут делать? Игнатий Тихович, я знаю этого человека. Знаете, как я его не осудил, а просто облечил. Я ему написал, я говорю, ну назвал его там, батюшка. Я говорю, ну что ты, фотомодель что ли? Что ты тут повыставил? И он и так вот, он и так, и так. У него сотни фотографий, год и тысячи. У него там, он и так, и в обнимку с кем-то, и личико такое состроит. И так состроит. Я говорю, ну что ты, это самое, модель что ли? И потом вот у нас затянулось с ним, и так мы с ним и расстались, в общем. Я понимаю, я же сижу тоже, как говорится, мы с вами на одном поприще. Да, но ты понял, что если я бы к президенту обратился с единственной просьбой помочь раскрутить сайт, как называют, форум, это означает, я очень хочу этого. Но я предупреждаю, кто со мною общается, но у него еще не окрепла душа, ему будет тяжело. А если вы на это дело готовы, вы будете каждый удар принимать с радостью. Ты понимаешь, за что ты страдаешь. Игнатий Тихонович, вот такой вопрос. Мне вот, понимаете, это тут вот что-то происходит, я не знаю, это какой-то вот помешательство. И в чем, в чем я с вами, да, в чем они меня кто-то из там смещенства смогут обличить? И в чем? Ложь, ложь. Ничего, кроме лжи, они на вас не скажут. Я православный, исповедую Святую Троицу, все каноны, я неотлученный, я причащаюсь. А они ничего не имеют, только одна злоба. Одна. Вот сегодня вы из интернета мне показали, что они говорят, но все тайны, никого нигде нет. Ни фамилии, ни имени, ничего. Это бешеная атака. А для меня это радость, они не видят, как мне это приятно. Я чего-то стою, если такие силы на мне задействованы. Ну вот вчера мне одна наша душа, она в Германии. И она говорит, у нас завтра приезжает Андрей Кураев, это диакон такой, московской патриархии, известная. То я хотел бы там сказать слово о рождении свыше. Я говорю, Валя, не вылазь, ты только слушай. Но она после, когда там он выступил, он опять говорил от Гарри Поттера и Хэллоуин, что это не вредно и прочее. А о Христе, говорит, ни слова не сказал. Но она подошла и говорит, я от Игнатия Лапкина, ой, он как обрадовался. Я, говорит, давно что-то там не получал. Он очень высокого мнения обо мне. Но он говорит, она говорит, у вас книги-то все, он говорит, у меня только 38. Но он не знает, что я на этом закончил. Он говорит, мы уже давно не встречались, и поэтому там, наверное, уже еще что-то есть. Ну, она подала ему нашу визитку, сайт. Он очень поблагодарил. И видно, говорит, что он очень к вам расположен. Но чувствуется, что он больной, излишняя полнота вот эта вот. Тем более там, говорит, в конце он сказал, я вот, ну немцы сидят, русская диаспора. А какое пиво самое лучшее-то? Ой, как бросились они ему рассказывать, какое пиво самое хорошее. Это так смешно мне. Андрюша, думаю, зачем тебе это? Да. Знаете, я вот слежу, допустим, за... Я уже и живую со священником, общался по вашему поводу. Ну, просто по вашей личности. Да. Вот тут, понимаете, у них цепная реакция. Они не знают, вас даже вот, не читая, ни одного ролика не смотря, вот, а вас не знают ничего. У них идет цепная реакция. Вот один сказал, это вот расходник, это там змей там или волк в овечьей шпуре там. Ну, и они друг другу передают. А я вот смотрю и выставляю себе ролики о том, как вы вот со священством уже такой вот разговор и ведете. То есть уже, как говорится, тет-а-тет, да? И вот как они, все-таки, как они склоняются перед вами. Да. Не могут, ну, не могут они ничего. Кого не могут? А в епархии я выступал, вот, еще не так давно было. Священники. Я говорю, что я выступил на час и десять минут. И в конце секретарь епархиальный, местный, Беляев, отец Сергий, говорит, под каждым словом, Игнатий Тихонович, я могу подписаться. Вот и все. Они ничего против меня не имеют, кроме злобы. Неимоверной, бессмысленной, сатанинской. Не все, злобу не все имеют. Понимаете, они не знают, я вот, связи со священником, допустим, насчет благовестия. Да, я говорю, батюшка, ну, что, как будем, это самое, надо же выходить на благовестие. Он говорит, а куда выходить? Уже же прошли везде. Да, да, да. Тротинки протоптаны баптистами, адвентистами, пятидесятниками, яговистами. Нас-то уже не принимают, уже, говорят, уже вот в офисных помещениях, зданиях, там, проповедников не принимаем. Там уже вывезки висят, понимаете, в квартирах уже, то есть гонят уже швабры. И по спинам там берут их, вот. Уже куда проповедники идти? Уже некуда, понимаете. Люди уже, как говорится, объелись этой проповеди. Им уже не важно, кто ты там, православный ты там, или эгористы, они уже тебя слушать не будут. Вот где проповедники, их тоже можно понять. Значит, сумели так себя показать, что вас никто не желает даже слушать. Время упущено, потеряли время. Вот с 90-х годов просто потеряли время и упустили безвозвратно. Вот об этом патриарх Кирилл и говорил, но он говорил, когда митрополитом был. Храмы наполнились, думали, так всегда будет. Но вот храмы опустили. Поэтому менять надо тактику, обращаясь к священникам. Выходить на распутие дорог и звать людей. Они никуда не пойдут. Это и Кукша об этом говорил. У меня это в книге все отображено. У них ничего нету абсолютно. Теперь вот они начинают там еретик, раскольник. Ты скажи, батюшка, а ты мог бы такую бумагу выдать, что еретик и раскольник, как это вы где, на синоде это решали или где. Если ты говоришь сам от себя, это не так, то согласно второзакония 19 глава 19 стих обвинение падает на тебя. Это и каноны церковные. Все, что ты не доказал, вот допустим, я убийца, а ты не доказал, теперь по статье убийства тебя должны судить. А убийства никакого не было. Просто статья на тебя ложится и мертвую удавкой хватает. Они ничего не понимают. Каноны. Если я еретик, если я раскольник, напиши бумагу и выдай ее мне. На суде, когда осуждают, то всегда на руки выдают документы. Если они скажут, а мы не можем, ну скажи тогда, это не действительно. А если это действительно, а ваши архиереи Московской Патриархии едут по Теряевку и служат с батюшкой, и благословляют меня, и прищищают, теперь подумайте, согласно канонам, то вы с еретиками молились, а я не еретик, но вы-то знали, что я еретик, раскольник, вот теперь вас всех отлучать надо. Я не стал бы вот так строго заявлять и осуждать, вот так, понимаете, они бедные так, что им ждет, неизвестно. Вы посмотрите, какой дорогой они идут, да? И вот многие же заявляли, что есть откровения такие, что священством в ад идет, все священство идет в ад. Ну посмотрите, их же надо пожалеть, я не знаю, надо как-то вот, и с вашей стороны, надо помягче, я думаю, к ним относиться. А ну-ка научи, как это помягче, чтобы я знал? Я не знаю, как там. Не знаешь, а я знаю, Сергей. Определенно и четко. Для этого есть Святая Библия, которая говорит, что здесь мы должны рассказать правду, единственную правду, ничего кроме правды. Господь им сказал. А раз Господь сказал, апостол Павел подтвердил. Когда собрал, говорит, в Мелит из Ефеса, деяние апостола, 20 глава, из вас самих восстанут лютые волки, нещадящие стадо. И будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Это грозные слова. Но другого он не сказал. Так это 2000 лет назад было. Это были люди, рукоположенные апостолом Павлом. А что спрашивать про этих, когда они КГБшными попами, этими епископами рукоположены? Конечно, я скоблю, я молюсь о них. Ну что, потворствовать я не собираюсь им. Нет, я вот разговаривал, допустим, с Абомином, да? Он вот мне рассказывает. Ну, я говорю, насчет 10-ти, батюш, к чему? Он говорит, ну, прям, он приходит ко мне позавчера. Приходит человек, приносит вот 5 тысяч, мне подарит бумажку и говорит, вот на храм, батюшка, распределитесь, как-то на эти. Вот, ну, он говорит, я в кассу, и тут же смотрю на стоятеля, хлоп, руку туда окунает, уже смотрю, и идет с храма рыбу какую-то дорогую несет, там, осетра или корово. Вот, понимаете, как, допустим, говорю насчет троиградного поружения. Надо строить, и это, в аптестерии, вот, надо в храме строить. Так это, это же денег каких стоит, а кто же? Раньше хоть и вне за грехи же не откупались, да, свечи там покупали, а сейчас они и не покупают ничего вообще. Идут, а подходят, одного три часа промуыжило меня. И спаси, Господь, батюшка, и пошла. Или вызывает его за 30 километров, приезжайте, дом не освятите, приезжает, у него трехэтажный особняк стоит, он говорит, я полный день окажу, освещаю его, вот, выхожу, он мне в полотенчике с завернутым бутылку корового протеет, ну, спаси вас, Господь, батюшка, да. А он выдал мне денег на обратную дорогу, он даже нет, на бензин заправится, нет, туда ехать, понимаете, как до дома, трое детей, вот, жена, жена, говорит, так, дорогой, вот, 650 за воду, 4000 за квартиру, на памперсы, на шмапперсы, вот, и что ему делать, как ему жить-то. А вы спросите его, скажи, батюшка, а Господь как священникам выделил, откуда средства существования? Что он скажет? Кроме святой десятины ничего Бог не дал, а он не может взять-то, он людей-то не учит, прихода-то это, приход-то есть, а общины-то нету. Вот у нас этот вопрос даже не стоит нисколько. У нас ничего не продается, не священник, у нас все абсолютно есть. Святая десятина покрывает все, истребляет торговлю из храма. Священник живет в достатке, из голоду не умрет. Если будет в приходе всего только десять человек. Всего десять. Знаете, к чему ему? Я сейчас, говорю, меня Господь пооставил, если бы даже против воли моей, да, на ноги, я бы собрался, вот, говорю, зачем ты потеряешь бы, поехал бы. Он бы, да я бы с тобой по ясочкам тоже подвязался, да и потеряешь бы, поехал. Вот, понимаете, как, то есть он рад, деваться некуда. Вот, он живет, а деваться некуда. Что сделать? Его положение не изменишь уже. Нужно сердца людей менять. А сердца людей как мы сможем изменить? А вот поднять на высоту сайт, вот, чтобы люди слушали ваш голос благодатный, слушали святых отцов, священное писание. И, как говорится, может быть, всеми и даст рост в них, в душах, вот, благодаря вашему сайту, форуму и тому подобному. Вы на форум-то заходите? Временами, да. Ты вот не временами, а возьми себя за правило хотя бы раз в день щелкнуть и зайти. Там в первой странице вопросы-ответы. Люди работают там на контакте и везде. И только начали работать, ну, начали, совсем прям неделя какая-то прошла. И они оттуда берут вопросы и мне переставляют, а я на них отвечаю. И говорят, вот за эту неделю только пришло около 900 человек. Совершенно незнакомые друг другу передают. Сколько благодарностей, конца нет. И поэтому поношение в мой адрес должно быть. Как-то выровнять надо это. С той стороны благодарность, люди радуются, хотят. Ну, это слишком перекособочило меня уже. Надо выровнять на весы. А с той стороны хуления, жизнь идет. Ой, да какая радость моя, Иван Тихович. Какая радость, что мы с Богом-то. Что какие нам хуления, какие нам там, хоть и мотивки там последние. Да и все в радость. Господь с нами, что кого нам слушать-то. И не знаю, я кого бояться-то. А собрание вот это прослушал, все? Ну да, я послушал там. А по поводу, вы рассказываете, 30-40 килограмм. Это же я весил-то. Когда у меня вот кризис был вот этот, когда я лежал сейчас, слава богу, уже под 70 вешал. Как говорится, наверстал. Это в те времена, когда вот меня смерть-то, смерть-то меня борол. Лукаврид хотел меня подобрать к себе, так он меня, как он только меня не испытывал у меня, и останавливалась, и печень останавливалась, там все было. А сейчас, слава богу, я в силах, видите, Господь дает и сайты, вон делаю иконы пишу, и там успеваю, и там успеваю. Ну, в общем, слава богу. Ну, видите, вот мы сообщили, люди знают, молятся. Это ходатай перед богом. Да, спасибо, Господь. Я вот, я смотрю на людей, на ваших, на женщин особенно, ну, прям ангелы сидят. Где же такие женщины-то еще? А ты видел, какая Юля-то я тебе показал? Красный платочек по войне-кто. А коло меня, коло стола. Я видел, и в синей платочке, и в розовом там сидит. Да, которая в красненьком, это она, в нижний платок у нее, нижний, который, по войне называется. Красавицы, прям, я не знаю, видишь, таких красавиц еще увидишь. Ребятишки, вот там зайдете, если пониже маленько, написано дети и служение, как с детьми у нас здесь занимаются, ну, во время богослужения-то. А потом, как только там запоют уже блаженное, ну, и в это время они заходят. И все это заснято. Вы это не видели? Ну, я начинал тоже смотреть. Ну, мне некогда, понимаете, как я тоже постоянно в работе, мне некогда. Ну, да, ну, да. Ну, что, бог в помощь? Да, я займу. А по поводу, значит, миссионерства этого вашего, вот, поиска места, мы вот намер давали, а что, если об Воронеже что-то будем? Это слишком южное. Нет, мы там прошли. Нам нужно, чтобы сидеть в центре работы, которая у нас будет. Ну, в общем, я буду пробивать по Калуги. Да. Это, получается, не сейчас, это же туда уже ближе. Ну, у нас время-то есть. Пусть это районный центр будет, чтобы были хорошие подъезды, дороги, все необходимое. Нам город не обязательно. Я понимаю, да. Вот так. Ну, хорошо, что помнишь об этом. Видишь, я молюсь, Господь слышит и перед Богом. Вот, если у вас будут батюшки еще или кто-то, там будет какие-то обвинения в мой адрес, скажите, выразите это в песенном виде. Я человеку представлю, я не хочу погибнуть, я хочу исправиться. Я обращаюсь, обречите меня. Но ничего, кроме вопли, плевания, ничего нет. А почему, я понимаю, живое слово, оно режет. Это всегда поступали так с пророками, убивали всех подряд. Ну, конечно, всегда так оно и было. Как иначе, не так. Почему, говорит, Стефан, сказал, кого из пророков не гнали отцы ваши? Они не знают священного писания. А, вы из Библии носитесь, как баптисты. Но если баптисты правы, при чем тут обвинение? Смерть нерадонеческим ушел. Серафим Заровский, когда монахи обижали его. Все тут не было, не претерпели людей. А вот, а вы спросите потом, если будет возможность, у меня любимый Ян Златоуст. Скажите, а кто его низверг? Это не цариса только. Ее поддерживал патриарх Феофил Александрийский. А за Златоуста были там два брата, и даже три брата, их назвали долгие, они были высокие ростом, их долгие, братья долгие. Ну и он пошел, нанял воинов, там, напоил их по пустыне, и они убили 10 тысяч монахов, а их не нашли. Убили. Православный патриарх приехал с дарами, все подкупил, Иоанн Златоуста сверх. И монахи на тропах, на тропах горных, это специальный спецназ был из монахов, караулили Иоанна Златоуста, а его везли между двух ослоп, как на палатке, полонкин такой, и он вывалился оттуда и покатился к пропасти, едва задержался на краю. А его претарианцы, гвардия, гвардейцы охраняли в пути, императорские. Так они говорят, лучше попасть в руки и саврянам, чем этим диким зверям-монахам. Такие они безжалостные. Чего изменилось-то? Ну если Иоанны Златоусти это находили, и не кто-то, а православные монахи из монастырей. Объясни, почему? Почему он поперек дороги им стоял? Иоанн Тихич, у человека, у человека такое создание, что ему на сердце ближе ложится то, что, как говорится, сейчас происходит, а то, что было там сто лет назад, для этого вера нужна сильная, чтобы в сердце, как говорится, львло на сердце. Человеку... Блоко верит человек в то, что был. Он в большинстве воспринимает как сказку или притчу какую-то. И тяжело на сердце отложиться. Я говорю, голос как-то у вас не дребезжит мой? Нет, нормально. А то микрофон-то я делаю рядом, чтобы хорошая слышимость была. Нет, слава Богу, все хорошо. Ну что, если ничего нет, давай благословим друг друга и разойдемся. Бог благословит тебя, Сергей. Перетерпи до конца. Будем жить, насколько Господь позволит. И вы оставайтесь с Богом. Ну все. Спасибо, Христос. Но я попрошу под самым концом, когда подсчитаешь, какая будет цифра, что вам надо бы в течение года платить, дай мне знать. Дело в том, что за меня платят за все, у меня ничего нет. У меня самая минимальная пенсия, и 100%, не 90%, а 100% я полностью отдаю на благовестие. А мне кто еще даст, где-то как-то подкормят. Я ничего не имею. За интернет тут один благодетель за меня плачет, за телефон тут тоже как-то... Такое вот все идет за свет. У меня ничего нету, поэтому я на так как каждую копейку прижимаю. Мне нельзя подруга. Я думаю, Господь убравит, все разберемся. Там время покажет, в общем, что к чему. У меня вот Володя рядом стоит. Покажись, Володя. Опустись пониже. Здравствуйте, Володя. Мир тебе, мир тебе. Молодец тоже. Я смотрю, он на чеку постоянно. Постоянно чеку. Ну давай, ладно. До свидания. Выключай. Да, с Богом. Спаси Христос. Слава Господу. Вот видишь, это удивительное дело. Люди-то некоторые, которые нас знают, те уже говорят, что я молюсь, и поэтому Бог так делает. Это Господь. И как сейчас вышел, только время-то недавно познакомились, а уже хочется заново заглянуть в мою записную книжку. Я веду 50 лет почти записную книжку. И как это получилось так-то, что он вышел вот в такое деятельное участие. Это он подвигает меня. Я уже махнул рукой. Сколько приходит, столько приходит. И на него уже начинается давление, но, похоже, они его не скоро, если-то как-то собьют. А если его не собьют, они, значит, будет помощь какая-то. Да благословит его Господь. Слава Иисусу Христу. Благодарю, что заснял все. Тем более он, видишь, слышит это все. Показали. Дивен Господь во святых своих. Ну ладно.